Древнего Египта Просто многое становится понятным, когда понимаешь, как строилось управление еще со времен Древнего Египта. На самом деле, реальная власть в Египте, она как раз и не принадлежала, как принято считать царям Фаруа. Главное направление – это, по сути, управление государством, только на беструктурном уровне. Как показывают исследования, египетские оракулы выдавали информацию в виде приказаний, запретов, утверждений. Но для толпы эта информация преподносилась как пророчество. Как известно, в конце 20-х чисел августа ученики знаменитого Итонского колледжа частным образом встретились в Кремле с президентом России Владимиром. Некоторые российские издания рассказали о необычной поездке группы британских кинейджеров в Россию еще 23-24 августа. Но о встрече с Путиным в Кремле в тех публикациях речи не было. О событии, об этом, что Путин встретил со студентами, стало известно 31 августа, когда об этом оповестили английские газеты. А 1 сентября Путин дал очень серьезное, масштабное интервью агентству Bloomberg. Одно событие придержали для того, чтобы оно полностью прилегло ко второму. Потому что это событие одного порядка, это одно действие, их нельзя рассматривать в разрыве. В английской так называемой «Кузнице кадров» существует три основных учебных заведения – университеты Кембриджа, Оксфорда и Итонский колледж. Это частная британская школа-пансион для мальчиков 13-18 лет. Колледж был основан в 1440 году королем Генрихом VI. За время своего существования выпустил 19 премьер-министров Великобритании, например, как Дэвид Кэмерон. Говорят о 10, а реально 11 человек было. И что отметили английские издания, принимал их Путин в том же самом помещении, в том же самом зале, где недавно принимал Терри, Меркель, Асада, то есть зал для официальных церемоний. В данной ситуации важны не сами студенты сами по себе, а их количество – 11. 10 полевых игроков и один теневой. 11. И официальный прием, то есть с Блумбергом он занимается вопросами глобального управления, Итон, то же самое глобальное управление. И при этом, обратите внимание, он встречается с ними раньше, чем с Терезой Мэй. Эта система подготовки кадров называется «частные школы», среди которых выделяется несколько элитарных мужских колледжей во главе с Итоном. Тут важны не столько знания, сколько формирование характера, системы ценностей, отношения к жизни. Только тогда получается настоящая качественная элита. Вымуштрованная, абсолютно циничная, боевая и знающая, умеющая командовать и подчиняться, понимающая все без слов, действующая как грамотно выдрессированная и очень умная собака. Но вот почему они приехали к Путину? Вот когда читаешь про эти все институты, вымуштрованная, абсолютно циничная, боевая и знающая, умеющая командовать и подчиняться, понимающая все без слов, действующая как грамотно выдрессированная и очень умная собака. Все это уже не управленец. То есть система поменялась, его надо убирать. Он уже не в состоянии будет управлять. А Путин им показал свое человеческое лицо. Почему 11 и почему на это нужно обратить внимание? Подробнее мы расскажем в нашем следующем фильме. Если кратко, в школе нас учили, что древним Египтом правили фараоны. На самом деле это не так. Реальными правителями древнего Египта были высшая иерархия, верховная каста древнеегипетского жречества. Их было 22 человека, называвшихся иерофантами. Иерофант в переводе на русский означает «читающий судьбу, предсказывающий будущее». Они владели тайными, герметичными знаниями, которые позволяли им манипулировать сознанием не только неграмотных рабов, но и обводить вокруг пальца даже фараонов. Это прекрасно показал в своем романе фараон Болеслав Прус. Для надежности хранения тайных знаний эти 22 иерофанта были поделены на две команды по 11 человек каждая. Поэтому в Египте было и две столицы – Мимфис и Фивы. Одна на севере Египта, другая на юге. В них и проживали две команды жрецов. Во-первых, это все двойные числа. 11, 22, 33 и 44. Двойное число – это число мастера. К таким числам относятся числа, в которых работает 22 иерофанта. То есть по 11 в каждой команде. В совокупности эти цифры дают сильные значения. То есть 2, 4, 6 и 8. Ну, то есть 11, 1 плюс 1 – 2. 22, 2 плюс 2 – 4. Ну и так далее. 3 плюс 3 – 6. 4 плюс 4 – 8. Это делает человека, носящего двойное число на несколько шагов, мудрее обычного человека, не имеющего повторений в вычислениях. Мы эволюционируем, и это доказано бесповоротно. Звезды скоро… Возможно, скоро звезды сложатся так, что значение числа 44 и 22 будет обязательным составляющим, как ген ДНК, чтобы наша раса смогла выжить в новом мире, сообщает сайт. Очень интересная информация, на мой взгляд. В нумерологических расчетах присутствуют господствующие числа 11 и 22. Не следует думать, что они так названы, потому что имеет господство над другими числами. Все числа равновелики. Просто дело в том, что в людях-носителях цифр 11 и 22 присутствует мощная психическая энергия. Это она господствует над числами. И она столь сильна, что может взять вверх даже над обладателями этих чисел. Поэтому для человека, которым заправляют господствующие числа, главная задача – не дать энергии превратить свою жизнь в хаос, научиться обуздавать мощнейшие силы, выраженные числами 11 и 22. Вернемся ко встрече президента со студентами. В СМИ сообщили, что студентов на встрече присутствовало 10. На самом же деле всего студентов было 11. Что самое значимое – это то, что президент принимал студентов Итона в зале для официальных встреч. То есть в том зале, где проводятся встречи с лидерами государств. В данной ситуации важны не сами студенты сами по себе, а их количество – 11. 10 полевых игроков и 1 теневой. И официальный прием. То есть с Блумбергом он занимается вопросами глобального управления. Итан – то же самое глобальное управление. И при этом, обратите внимание, он встречается с ними раньше, чем с Терезой Мэй. Как пишет газета «Гардиан», Путин провел встречу с 11 учениками Итанского колледжа. Президент уделил студентам целых 2 часа. Заметим, что, например, президенту США на саммите в Китае президент уделил всего лишь час 20. Путина сдублировали. То есть он принимает этих студентов. Не как студентов, а как институт отношений с глобальным предиктором. И он выстраивает в диалоге отношения. А ребят обкатывают. Скорее всего, это действительно толковые ребята, которым предстоит потом бороться против России. Их обкатывают. Их тренируют на Путине. Это спарринг. Поэтому так долго и идет все это. Обкатали. Путин гласил в Блумберге, интервью Блумберг. Основные проблемы. От аналитиков я не слышал ни одного здравого замечания. Потому что сказал Путин и как сказал. Аналитики, ну геополитика, что сделаешь. Мне до таких высот к геополитике не дорасти. Он там все это огласил. Прозондировали все вопросы. Насколько возможен люфт. Маневр какой возможен. Где какие точки соприкосновения. Где какие точки размежевания. Именно эту задачу решали эти студенты. Вот идет о чем речь. Об организации взаимодействия на глобальном уровне. С глобальным предиктором. Помимо государственных институтов. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова